Жить красиво, комфортно и без коммунальных проблем. Нет такого жителя Самары, которого не волновала бы тема ЖКХ. Решить наболевшие вопросы можно только при активном участии собственников многоквартирных домов. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Меня зовут Мэри Елчан. Здравствуйте. Как не растеряться, когда дело доходит до реальной коммунальной проблемы? Немаловажную роль в управлении МКД играет Совет многоквартирного дома. Во всех тонкостях вопросов нам помогут разобраться региональный куратор Регионального центра поддержки председателей Советов МКД, ТСЖ и ТСН «Мой дом» Ирина Кочуева и руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Коткова. Здравствуйте. 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 Ирина Николаевна, почти полгода в регионе действует проект Региональный центр поддержки председателей Советов МКД, ТСЖ и ТСН «Мой дом», созданный по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Расскажите, пожалуйста, для чего он был создан и какие есть уже промежуточные итоги? Проект «Мой дом» был создан по поручению Дмитрия Игоревича, абсолютно правильно вы сейчас сказали, для того, чтобы мы смогли подготовить все вместе, то есть все профессиональное сообщество, которое работает, подчеркиваю, профессионально в сфере ЖКХ, подготовить грамотных, продвинутых, давайте назовем так, председателей ТСЖ и ТСН и прежде всего председателей Советов СМКД. Потому что, как показывает практика, обычно управляющие компании, к сожалению, пользуются немножко, скажем так, не сильно просвещенностью председателей и говорит то, что хотят они рассказать, и не так, как есть на самом деле. И уже за полгода проекта у нас прошло больше 200 семинаров, фактически подготовлены, уже квалифицированно подготовлены 5,5 тысяч председателей ТСЖ, извините, председателей СМКД. ТСЖ, конечно же, подтягиваются, они более грамотные, они более просвещены в этом вопросе. Но, конечно же, председатели СМКД, они первые берут на себя удар работы с управляющими компаниями. И я подчеркиваю именно вот такую формулировку. Потому что, к сожалению, говорить о каком-то спокойном урегулировании проблем на каждом доме не приходится. Зачастую многие вопросы председателя СМКД фактически объясняют, рассказывают, доказывают. И, конечно же, здесь, я думаю, Виктория Анатольевна поддержит, именно Государственная жилищная инспекция встает на сторону председателей СМКД. Потому что фактически сейчас, а вот за эти полгода, и я еще попозже, наверное, о конкретных результатах даже расскажу, с конкретными примерами, но они носят пока еще все равно не такой массовый характер, как хотелось бы. Потому что поручение Дмитрия Игоревича было прежде всего в том, чтобы у нас выровнялась ситуация в сфере ЖКХ, чтобы у нас местные власти, именно администрации районов, включились в эти процессы с полной отдачей. Потому что фактически, как сложилась такая практика, что администрации районов говорят, а у нас 131-й федеральный закон о местном самоправлении, он нас немножко не касает. Это не касается напрямую сферы ЖКХ. Но все почему-то забывают, и именно со стороны власти, и вынуждены об этом в очередной раз напомнить, что все-таки собственниками они тоже являются в силу жилищного кодекса. У нас достаточно много еще осталось неприватизированного жилья, а там, где жилье не приватизировано, собственник местная власть. Поэтому именно она вместе с председателями СМКД должна встать на сторону обсуждения нормального выстраивания, нормальной жилищной практики и благоустройства своих домов. Что касается успешного опыта, есть уже какой-то успешный опыт этого проекта? Конечно. Вы знаете, на самом деле, ну помимо того, что у нас председатели действительно научились выстраивать диалог, и действительно уже без каких-то дополнительных жалоб управляющие компании идут навстречу, например, промышленный район, там очень неплохо, буквально там уже больше, чем в 15 домах осушены подвалы, которые в течение двух лет не осушались. Где-то ремонтируются кровли. Железнодорожный район, например, очень неплохо работает с благоустройством прилегающей территории. Я уже не говорю про мелкие текущие ремонты, которые массово начались, и в принципе это все идет с обсуждением, в том числе, с методомов у жителей вместе с управляющими компаниями. Виктория Анатольевна, Вы сами, Ваши инспекторы обучали актив домов в реализации этого проекта. О чем чаще всего, в принципе, спрашивают активисты? Мы действительно, весь инспекторский состав, семинары, тренинги, как Ирина Николаевна сказала, проходили по всей области. Это Самара, Тольятти, Новокубежск, Чапаевск, Сызрань. То есть достаточно большой объем информации перерабатывался именно проектом «Мой дом». Спасибо им за это. Мы, как я уже сказала, тоже активную работу, участие приняли в этих семинарах. Инспектора докладывали основную тематику, было два основных вопроса. Я тоже лично участвовала в этих мероприятиях. Сам формат мероприятия, он позволял очень доходчиво, осмысленно носить, казалось бы, истины, но многие о них не знали. Как пользоваться, каким ресурсом, как решать самый насущный вопрос. Конечно, мы получали очень такую большую обратную связь. Основные вопросы касались, это такие житейские, да, наш дом, это наше все. Конечно, вопрос содержания общедомового имущества, это порядок перерасчетов за некачественно предоставленные коммунальные ресурсы, как принимать работу управляющей компании, какие вопросы мы вправе поставить, какие обязанности и права. Хочу напомнить, и коллеги, мы этим коллегам, точнее, доносили, что у нас очень много прав, но у нас есть обязанности. И вот это такое двустороннее движение взаимодействия и собственников МКД, председателей, в частности, организованных советов МКД, и управляющих компаний. Это такое двустороннее движение, и мы обязаны, просто даже в этих условиях, наверное, не должны уже, а обязаны научиться работать и взаимодействовать вместе. Поэтому вот эта тематика, она обсуждалась очень подробно, от элементарных вещей до очень узких направлений. И хочу отметить, даже на одной встрече, когда проводил Дмитрий Игоревич, именно вот в промышленном районе, когда спрашивали вопрос, был задан, да, председателем Совета МКД, вот вы приходите, нравится вам или нравится этот проект? Да, нравится, я хожу неоднократно. Он говорит, вы, может быть, что-то недопоняли, какую-то информацию неправильно донесли? Он говорит, нет, настолько удобно и доходчиво объясняют. Представители были не только жилищная инспекция, как органы надзора, это и органы местного управления, которые, в свою очередь, объясняли, из чего составлять ставку к содержанию. Это очень интересная информация, и немногим она была доступна. Мы, коллег, сподвигли на эту работу открытости и доступности информации. Это и фонд капитального ремонта представлял, и региональный оператор по обращению с отходами, Департамент ценового тарифного регулирования, то есть свет, спектр, в том числе, конечно же, безусловно, управляющие компании, обслуживающие фонд в данном конкретном районе, где проводился семинар. Поэтому результаты уже неплохие. Могу однозначно, статистика весь серьезная, могу однозначно подтвердить, что общее количество обращений, жалоб, заявлений в инспекцию в этот период именно работы, активность Совета нашего проекта «Мой дом» снизилась, но, в свою очередь, увеличилось общее количество обращений от представителей Советов МКД. Если февраль-январь их было 10-12 в месяц, то уже июнь-август мы получили 200-250 обращений именно от председателей. Это обусловлено не то, что общее количество жалоб как таковых выросло, а именно тем, что представители Совета МКД научились обобщать всю информацию по конкретному дому, обобщать информацию от каждого заявителя. Не разобщенно, кто-то что-то обратился, они стали учиться работать со всем домом, со всем активом. Безусловно, прежде всего, нужно было наладить работу именно управляющей компанией, потому что далеко, как Ирина Николаевна сказала, не все управляющие компании видели плюс в этой работе, плюс в этом ресурсе. Мы проводили активную работу именно у органа надзора, именно с управляющими компаниями в том числе, я каждую неделю проводила встреча и объясняла понятно, доходчиво, с конечным результатом, с последствиями для управляющей организации, о необходимости налаживания именно этого диалога. Поэтому результат уже есть, но работать, работать и работать. Проект, безусловно, очень эффективен и он должен быть. Как повысить уровень информативности и добиться эффективного взаимодействия администрации города и ее структурных подразделений с населением? Ведь когда объединяются усилия, проблемы жителей решаются значительно быстрее. В качестве примера я предлагаю прерваться и посмотреть сюжет, который подготовила наша съемочная группа. Обновление коммуникации в этой пятиэтажке на улице Победы не было с момента постройки здания. Порядка 60 лет. Галина Калабина живет здесь всю жизнь. Она старшая по дому. Вспоминает, как 11 лет назад произошло возгорание электрораспределительных щитов. Возможность привести коммуникации в порядок отыскали благодаря обращению в муниципальный центр управления Самары. Фонд капитального ремонта взялся за дом. Были выбраны подрядчики, которые приступили к работам. Горел весь вот этот наш стояк. Было сильное задумление. Вызывали пожарных, эвакуировали людей. Вот этот стояк у нас, он на две квартиры. И там, в общем, шесть стояков. Вот это все поменяли нам. Я теперь спокойно за наш дом, что у нас больше не будет такого сгорания. Все будет у нас хорошо. За несколько месяцев в доме полностью заменили узлы отопления и водопровода, электрику. В квартирах поменяли стояки, а там, где необходимо, на средства фонда заменили унитазы и установили новые батареи. При выполнении каждого этапа работ в каждой квартире, ну, спрашивали. Обратную связь мы снимали, жители довольны. Довольно качественно выполнены работы. Если что-то не устраивало, то собирались, смотрели возможность устранения и устраняли. Руку на пульсе держали и в администрации Кировского района, где организовывали работу. Собирали документы и занимались взаимодействием как с фондом капремонта, так и с самими жителями. Капитальная работа закончена у вас в доме. Сейчас в тепловозле находимся с вами. Как ощущения, то есть все у вас новое. Тепловозел старый, были старые задвижки, у них были капельные течи постоянно. Претензий нет, мне все нравится, потому что раньше у нас вода сливалась сюда, здесь постоянно была вода, теперь нет. У нас теперь слив идет туда, под самолюбой. Суть чисто, красиво, отопление у всех есть, батареи горячие. По окончании работ провели плановую ревизию, проверили, как выполнен ремонт. В комиссию по приемке вошли представители администрации Кировского района, фонда капремонта, подрядные организации и жители дома. Результатами сделанных работ собственники остались довольны. Теперь дом передадут в ведомство управляющей компании. Ирина Николаевна, а какая польза этого проекта обычным активистам и как можно стать грамотным активистом, чтобы решать проблемы своего дома? Для того, чтобы стать грамотным активистом и решать проблемы своего дома, нужно прежде всего сделать акцент на том условии, о котором вы сказали, стать грамотным. А для этого необходимо прежде всего и самому заниматься пониманием, решением проблемы. Но прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы активисты принимали активное участие в мероприятиях проекта «Мой дом» и сами для себя осознали очень простую истину, что фактически в многоквартирном доме других денег, как денег собственников, больше нет. То есть, если мы с вами сами, как активисты, как просто собственники, не научимся считать деньги в кошельке, наши деньги в кошельке управляющей компании, уж извините, я позволю себе такое прямое высказывание, то их научится считать кто-то другой. И иллюзии о том, что за нас кто-то будет нести ответственность, не надо питать. Либо мы управляем финансами своего дома, либо этими финансами управляет тот и другой. И когда мы каждый месяц оплачиваем коммунальный платеж, мы должны четко понимать и представлять, куда же девается и куда идет каждая копейка с нашего платежа. А для этого необходимо включиться в работу Совета дома, для этого необходимо понимать базовые вещи для того, чтобы, по крайней мере, или доверить это того же Совету дома и принимать активное участие в работе Совета дома. А стать активистом может фактически каждый собственник на общем собрании. И если мы сейчас в течение полугода уже провели больше двухсот семинаров, фактически подготовили уже больше пяти с половиной тысяч председателей, как СМКД, так и ТСЖ, которые также включились в эту работу. И, конечно же, мне хотелось бы сказать огромное спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он дал такой серьезный посыл этого проекта. Очень четко обозначил, что мы должны собирать всю точку, точка сборки, собственно говоря, работы с активом дома должна идти на уровне местной власти. Потому что, прежде всего, местная власть должна для себя понимать, местные администрации, мы говорим же про Самару, администрации внутригородских районов, что насколько у нас с вами счастливы будут жители в конкретном доме, настолько у нас с вами и будет нормальное благосостояние и социальное самочувствие непосредственно в каждом конкретном доме. А здесь не надо забывать, что у нас есть не только 131-й федеральный закон, но и, конечно, еще и личный кодекс. Поэтому мне кажется, что я сейчас в продолжении этой мысли не могу не сказать спасибо всем участникам проекта, потому что первый раз на такой точке сборки проекта «Мой дом» у нас участвовали действительно все профессиональные сообщества ЖКХ. А очень важно, чтобы активист услышал не только обсуждение, как правильно управлять домом, а квалифицированную профессиональную точку зрения. И помимо того, что узнал, как управлять домом, знал бы, куда обратиться. А для этого фактически, во-первых, мы продолжим работу моего дома, и мы сейчас обсуждаем, как мы теперь говорим, учебный план. То есть что же будет следующее? Не только обсуждение ставки содержания и прав и обязанностей, а фактически следующие у нас мероприятия будут касаться уже непосредственно отчета управляющей компании, подготовки СМИ на следующий год, в том числе, чтобы было понимание текущего ремонта и других ситуаций. И, конечно же, как только у нас сейчас ковидные ограничения будут сняты, мы продолжим очины, а пока мы идем в заученном формате и, видимо, будем писать в том числе вебинары. Поэтому для того, чтобы стать активистом, им просто нужно заинтересоваться судьбой своего дома. В продолжении этого вопроса есть совет многоквартирного дома. Как разделяются полномочия между советом и председателем совета? Где-то по жилищный кодексу, он прямо говорит о том, какие существуют права и обязанности. Если председатель совета имеет право без доверенности принимать, во-первых, работы по дому, это принципиальная история, имеет право полностью обсуждать с управляющей компанией деньги дома. Давайте же опять же таки, я не хочу говорить о высоких каких-то вещах. Я предлагаю, что надо обсуждать конкретную историю конкретного дома. Поэтому председатель совета дома, он, конечно же, несет ответственность за правомерное и правильное, грамотное использование финансов дома. И несет ответственность перед собственниками за то, чтобы действительно на доме работы были проведены. Конечно, за это председатель СМКД у нас с вами получает сейчас такую очень неплохую компенсацию. И мы ведем эту тоже работу. Это как бы тема отдельного разговора. Но прежде всего, конечно, председатель совета дома должны уважать сами собственники, помогать ему, а не считать, что они его назначили. И, собственно говоря, вот он за все отвечает. Потому что на самом деле председатель совета дома самотверженный активист, который действительно понимает, что в доме нужно заниматься порядком. Виктория Анатольевна, есть, может быть, какие-то позитивные примеры, где председатель совета многоквартирного дома взаимодействует с жителями и все у них хорошо? Немного статистики до ответа на конкретный вопрос. У нас на территории Самарской области более 22 тысяч многоквартирных домов. Непосредственно в городе Самара, это наша столица, самый большой жилой фонд, это 10 248 многоквартирных домов. Сведения свежие, системы ГИЖКХ, государственная информационная система. Отмечу, что советы МКД должны быть созданы, именно должны быть созданы во всех многоквартирных домах более 4 квартир, если в доме находятся. И если выбран способ управления, управляющий компанией. Администрация городского округа Самары, надгородские районы очень активно поработали в этом направлении. Но, опять же, как Ирина Николаевна сказала, есть к чему стремиться. Это достаточно такая, скажу, армия наших помощников, самоотверженных людей. Это показали результаты семинаров, потому что действительно приходили председатели Совета МКД, у которых иногда даже есть чему поучиться. Колоссальный опыт у людей, они привели в идеальное состояние свои дома, и таким людям хочется помогать. Действительно, законодательство изменяется, оно меняется в прошлом, в этом году. Колоссальное количество изменений касается контрольно-надзорной деятельности, переформатируется, в принципе, вся работа. Больше наша работа будет направлена именно на профилактику правонарушений. И именно для этого нам нужно создать вот такую хорошую связку работы председателя Совета МКД с теми же управляющими компаниями. Как правильно Ирина Николаевна сказала, от председателя очень многое зависит. Это действительно люди, которые зачастую работают на безвозмездной основе. Ну, почти всегда работают на безвозмездной основе. И самая основная идея, это идея привести в надлежащее состояние свой дом, жить в благоустроенном жилом, нежилом помещении и так далее. Это большая работа, именно работа. И когда коллеги приходят на семинары, ставят те или иные задачи, мы стараемся максимально помочь им, максимально проинформировать о текущем состоянии дел. И действительно сейчас администрация и непосредственно самого города Самары, и внутригородских районов, большое внимание стала уделять этой работе. И, безусловно, сподвигла этому, конечно же, и активная позиция нашего губернатора Дмитриевича Азарова. Такой был хороший посыл дан. Хочу отметить, что, почему я начала говорить о статистике и о Большом фонде Самары, если мы с вами, чего греха таить, не совсем активные собственники и не выбрали Совет МКД на конкретном доме, а он действительно должен быть в силу закона, законодатель не зря предусмотрел эту обязанность. В соответствии с жилищным кодексом, статьей 161.1, четко сказано, собственники уклонились от этой обязанности, данное мероприятие в течение календарного года должно выполнить именно местная власть. Почему мы говорим, что местная власть здесь априори должна быть, это ее обязанность. Поэтому активную позицию здесь должна занимать именно внутригородская власть, и, соответственно, эти решения принимать, инициировать общие собрания, ставить конкретный вопрос, доводить до людей эту информацию. Опять же, вернусь к тому, очень большой фонд, очень большое количество населения. Безусловно, это колоссальная работа, и результат будет только от совместной работы. Хочу тоже отметить, что на семинары приходили не только председатели действующих Советов МКД, мы говорили о легитимности данной структуры, но и активисты, которые, послушав права, обязанности, плюсы, минусы, принимали для себя внутренние решения, готовы ли они идти на эту работу. И в любом случае от этой работы плюс в части чего? Кто-то принял это решение, взять на себя это время, кто-то не принял, но понял, какая колоссальная работа и какие права и обязанности. Поэтому в любом случае, это тысячная армия собственников, которая получила хорошую, добротную информацию, которую сможет реализовывать в дальнейшем. Я хотела добавить еще, знаете, вопрос в том, что когда мы говорим об успешной практике председателей, мне кажется, что достаточно такой верхушка успешной практики председателя Совета дома, когда конкретный дом переходит в ТСЖ. То есть, когда люди понимают, что это их история содержания дома, конечно, мы с вами говорим, ничего греха таить, те дома, которые там не пятая, шестая категория. Я понимаю, что сейчас те же администрации внутригородских районов, главы смотрят нас и говорят, ну, что же нам сказки-то рассказывайте, не везде так хорошо и может быть. И конечно, конечно, мы говорим об успешном опыте только на тех домах, которые пятиэтажные и пять и выше. Понятно, что есть история, повторюсь, пятая, шестая категория, с которой надо думать, что делать. Есть аварийный фонд. Но это тоже надо понимать, что либо мы все вместе с этим вопросом работаем, либо, соответственно, как бы это просто, извините, все равно станет проблемой, когда эти дома развалятся. Поэтому там, где у нас с вами дома более-менее в терпимом состоянии, наша общая задача, подчеркиваю, общая, не только собственников, и не только отдельной администрации, и не только вот нас как экспертов, а именно общая задача, те дома, которые в нормальном состоянии, не дать им привести в плохое состояние. То есть действительно эффективно использовать деньги, которые есть на доме. А для этого у нас с вами либо дом понимает, что у них выстроились отношения с управляющей компанией, а если не выстроились, ну, извините, создавать ССЖ и работать. Да, тем не менее, нужно наверняка понимать, что несмотря на работу председателя МКД, управляющая компания как бы должна так же продолжать свою работу. Никто не снимает с них обязанности управляющей компанией. Ни в коем случае. Они это прекрасно понимают. Штрафные санкции колоссальные, до 350 тысяч. Бремя в любом случае несет это юридическое лицо. Обязательно требуем, никто не отменял. Мы говорим именно о том взаимодействии, результатом которого является именно благоустроенная эксплуатация жилого фонда, сохранность жилого фонда. Мы говорим об этом. Ответственность каждый свою несет, и будьте уверены, при необходимости будут привлечены к административной ответственности. Они это понимают. И именно в их интересах сейчас наладить это взаимодействие. А те дома, которые действительно эту работу выстроили, они используют не только потом свои какие-то истории. У нас многие успешные те же ТСЖ или советы МКДК через общественные структуры участвуют в проекте содействия в губернаторском. То есть они благоустраивают свою территорию вокруг. Опять же таки быстрее получают капитальный ремонт, потому что у них высокая собираемость. То есть фактически, когда включаются все и жители, и собственники, и власть в общее решение конкретной проблемы конкретного дома, поверьте, жизнь на конкретном доме становится лучше. Как осуществляется взаимодействие ГЖИ с внутригородскими районами? Ну, в настоящий момент самая активная позиция органа надзора, она направлена на сохранность жилого фонда. Как опять же скажу, Самара – это самый большой жилой фонд. И он различный. И аварийный, и ветхий, и вопросы самые различные. Начиная от фонда капитального ремонта, комиссии по признанию ветхим аварийным жилья. То есть масса вопросов. Хочу отметить, что вот именно в рамках работы проекта «Мой дом» мы, наверное, стали более активно взаимодействовать именно по таким очень узким рабочим вопросам. Именно взаимодействовать. Как правило, надзорные органы – это всегда контрольно-надзорные мероприятия, направление запросов, ожидания, получение ответов. И, к сожалению, как многие жители говорят, отписок. Вот для того, чтобы снизить вот этот негатив и начинать работать именно во взаимодействии, решать вопросы сейчас и сегодня, в рамках работы проекта «Мой дом» мы получали обратную связь от тех же представителей Совета МГД, от активных граждан. И уже на месте, с участием представителей администрации внутри городских районов, решали их. Если не решали на месте, то ставили себе конкретные сроки с динамикой решения каждого из них. То есть каждый вопрос, он остается на контроле, если не решен, и принимаются максимально возможные меры. Безусловно, есть нюансы, которые невозможно отработать здесь и сейчас. Это долгосрочные мероприятия, это постановка вопросов, касающихся именно компетенции органов местного самоуправления. Напомню, что в соответствии с 31-м федеральным законам об общих принципах организации местного самоуправления, именно на органах местного самоуправления возлагается ответственность по организации, обеспечению тепловода, газа, теплоснабжения на территории конкретного муниципального образования. Это колоссальная работа, и система ЖКХ – это не один день, это 24 на 7, это круглосуточная, круглогодичная работа. Поэтому только в рамках взаимодействия. И сейчас, опять же, с такого активного посыла Дмитрия Игоревича, она у нас налаживается уже на должном уровне. Хорошо, вот тем, кто все-таки уже научился управлять своими домами, знают, как это делать. Ирина Николаевна, а как быть тем, кто хочет попасть на семинары, куда они могут обратиться? Во-первых, у нас одно из направлений работы проекта «Мой дом», мы просто сегодня этого не коснулись, это, конечно, работа горячей линии, которая фактически сейчас, тем более в условиях ковида, стала именно точкой сбора, в очередной раз повторюсь этой формулировкой, точкой входа обращения. Потому что, опять же, когда у нас разбросан сигнал, собрать его зачастую тяжело потом. Поэтому, конечно, жители могут обратиться на номер горячей линии, как с тем, чтобы записаться на семинар, так и с тем, чтобы оставить обращение, а оно впоследствии уйдет во все необходимые компетентные органы. Это 8 800 55 55 263. То есть 4 пятерки 263. Поэтому он работает с 9 до 8 вечера, он работает у нас и в субботу. Соответственно, если будем понимать, что пошло большое количество звонков, потому что действительно сейчас семинары у нас приостановлены в связи с ковидом, и как вот только будет снято ковидные ограничения, мы их продолжим. И, соответственно, люди могут обращаться, оставлять обращение. Также у нас там идет непосредственно консультация юриста. То есть 3 человека у нас консультируют напрямую, если возникают какие-то вопросы. Но, конечно, если уйдет уже узкоспециальная история, записываем обращение, передаем по компетенции. Ну и как бы сейчас, опять же-таки, я несколько так выступаю в роли такого, знаете, пугалки, но тем не менее идет потом обратная связь с органами власти. Непосредственно прозвон того органа, кому по компетенции ушел этот звонок. Я думаю, Виктория Анатольевна не даст мне соврать, что да, звоним, да, звоним и пристаем. И настаиваем на том, чтобы действительно были выполнены обращения. Потому что, конечно же, основная история этого проекта и основная задача этого проекта – понять, что другого дома, кроме нашего, моего у нас нет. И чем быстрее мы начнем на нем действительно выравнивать ситуацию, тем мы быстрее выравним ситуацию для самих себя. Порой разъяснительной работы, которая проводится жильцами, недостаточно. Людям нужны конкретные примеры, каких результатов можно достичь, если действовать сообща и заботиться о своем жилье. Давайте посмотрим сюжет, где жители как раз взяли все в свои руки и добились того, что у них появился благоустроенный двор. О благоустройстве своего двора жители по адресу Старозагора 166 задумались два года назад. Тогда они решили сменить форму управления многоквартирным домом, ушли из управляющей компании и создали товарищество собственников недвижимости. Теперь своими финансами они распоряжаются сами. Общественной работой 20-летний Максим Гаврилов начал заниматься из любви к месту, в котором вырос. Несмотря на свой юный возраст, он всецело отдается делам, которые помогают в преображении родных территорий. Вместе с другими активистами постоянно участвует в программах по благоустройству. Например, они уже трижды становились участниками губернаторского проекта «Содействие». Эмоции мои очень положительные. Мы благодаря проекту «Содействие наши жители» объединились и стали единым целым. Мы вместе разрабатывали проект всей нашей дворовой территории. Раньше у нас здесь была грязь, непроходимая чаще, так скажем. Теперь у нас цивильный, комфортный двор для проживания граждан. Здесь обновили внутридворовые проезды. Установили детские и спортивные площадки, лавочки и урны. Благоустроили придомовую территорию, сделали освещение. На достигнутом останавливаться не планируют. Уже в следующем году «Актив дома» собирается вновь подать заявку на участие в проекте и приступить к озеленению дворовой территории. Был жесткий контроль со стороны собственников, поэтому нам удалось с хорошим качеством в сроки выйти по этому объекту. Надеемся, что на следующий год у нас появятся более интересные заявки, потому что с каждым годом мы улучшаем и по качеству материалов, как бы критерии, по набору оборудования, то есть экспериментируем, смотрим какие-то положительные моменты по другим регионам. Теперь двор по Старозагору 166 – место притяжения для детей и взрослых. Всего же в этом году Кировский район благодаря проекту содействия привел в порядок 8 дворов. Елена Николаевна, в каком доме лучше жить, как сделать так, чтобы в твоем доме все было хорошо? Заниматься им мы это уже поняли. Конечно же, скажу общие вещи, но тем не менее, наверное, надо жить и пытаться жить в том доме, в котором ты понимаешь, как благоустроен, ты осознаешь, что ты вместе с собственниками отвечаешь за этот дом, и у тебя есть не только право требовать с госвласти и с органов власти что-либо, а именно самому включаться в процесс управления как домом, так и двором, как показал сейчас предыдущий сюжет. И действительно, если даже смотреть статистику работы, статистику даже в нашем проекте работы по администрации внутригородских районов, по количеству обращений даже, то есть ведь жить надо в спокойном доме, а спокойный дом – это тот, с которого меньше всего обращений. Так фактически получается, что, к сожалению, лидер по обращениям у нас с вами промышленный район, где понятно, что все-таки у жителей не так все спокойно в домах, и они вынуждены обращаться не только внутригородский район в свою администрацию, а уже дальше. А, например, в том же Кировском, как сейчас был сюжет, там обращений практически очень малое количество, потому что на своем уровне администрация эти вопросы решает и собирает председателей СМКД. Поэтому жить надо в том доме, в котором тебе нравится, за который ты сам отвечаешь. Очень хорошо. Спасибо большое. Это была программа «Совет моего дома». Сегодня мы поговорили и узнали, в чем основная роль Совета многоквартирного дома, насколько важно сплотиться с жителем, чтобы достичь общей цели. У нас в студии были региональный куратор регионального центра поддержки председателей советов МКД ТСЖ и ТСН «Мой дом» Ирина Кочуева и руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Коткова. Надеемся, что ответы, которые озвучили наши эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»